Вопрос медицины волнует славучан достаточно давно. Казалось бы, прошла реорганизация. Уже создана структура коммунального некоммерческого предприятия Славуточская меська лекарня. Но проблемы не уходят, а становятся другими. Если с первичной медициной мы уже практически разобрались, то повторично есть вопросы. С другой стороны, во время реформирования вопросы всегда есть. Буквально в конце прошлого года неожиданно поступила информация о том, что Славуточ уже не будет входить в Черниговский госпитальный округ. Так ли это мы узнали у начальника видеоохороны здоровья Славуточской меськой рады. Были внеценные изменения до распоряджения Кабинета министра и соответствующих госпитальных округов. Место Славуточ входить в госпитальный округ Киевской области. Но мы пока не подтверждены в закладах опорного лекарня. Есть в закладе планового лекарня. Но за решением госпитальной ради, госпитального округа, у нас есть все возможности стать лекарной интенсивного лекарня, то есть лекарной опорным закладом медицинским. Ну, скажем так, больше 50%, что мы станем все-таки киевским госпитальным округом. И будем как бы отторваны от области. В этом наши плюсы есть, насколько я понимаю. То есть нам нужно здесь сделать, получается, такую опорную больницу Киевской области. Потому что до ближайшего у нас очень далеко. Да, соответственно, у этих изменений до положения про госпитальный округ, там есть зона обслуговывания. Зона обслуговывания предбачает 60 хвилин. То есть за 60 хвилин до ближайшей лекарни интенсивного лекарни это бровары. Мы не доедем автотранспортом. И, соответственно, это даёт нам все возможности и приоритеты для того, чтобы мы стали лекарнею интенсивного лекарни. Сьогодні, соответственно, до той организации, которая уже предбачена в нашей лекарне, у нас для этого есть все возможности. То есть мы так реально понимаем, что на 70% мы готовы. И мы спроможны надавать экстренную интенсивную терапию для международного лекарния этого места. Значит, будет сохранено загальнохирургическое отделение, загальносоматическое отделение, будет создать экстренное отделение медической помощи, пологовое отделение, да, залишается, диагностическое отделение, патологоанатомическое отделение, ну, адміністративный корпус, так же и служба за обеспечением деятельности предприятия. То есть это более перспективно, или, скажем, большим объемом, чем мы рассчитывали, входя в Черниговский областной лекар. Да, тут у нас больше возможностей, мы на это сподіваемся, да. Потому что, соответственно, до тех критерий функциональности медичных закладов, НСЗУ звертає нашу увагу на квалификацию медичного персонала, з чим працює лекарня протяжении 2019 и 2020 года. Значит, пройшло навчание больше 16 лекарей и 15 медичных сестер навчания в 2019 году. Зараз на 20-й рік у них теж складено план і надано фінансування для того, щоб медичні працівники проходили навчання і відповідали цим кваліфікаційним вимогам. Також вимоги до медичного обладнання. В цьому напрямку ми теж інтенсивно працюємо. В 2019 році ми закупили біохімічні аналізатори для лабораторії нашої лекарні. Зараз на засіданні робочої групи визначені те пріоритетне медичне обладнання, яке буде закуповуватися в першому кварталі 2020 року. Це на екстрене відділення, для того, щоб воно повністю функціонувало. Також на пологове відділення, на хірургію. Це майже на 2 мільйони гривень. Це тільки по першому кварталу? Так, по першому кварталу. І далі є теж пріоритетне медичне обладнання, яке ми плануємо купити в 2020 році. Ну і найголовнішим – це комп'ютерний томограф. Там, наскільки я знаю, дуже маленький шанс на все-таки є. Може бути поміч зі сторони народного депутата. Ми теж на це дуже сподіваємося. І що це буде виконано. Так, виконано. Тобто, з 1 квітня 2020 року буде підписано договір нашою лікарнею з НЦЗУ. Лікарня має всі можливості зайти по медичним послугам, по пакету медичних гарантій. І сьогодні, як ми це розраховували по восьми напрямкам, і 5-6 напрямків у нас буде в пріоритеті. Тобто, обов'язково планується відкриття медико-соціального відділення з паліативною медичною допомогою. Це теж для нас нове. І так як сьогодні для нашого часу ця медична послуга є актуальною. Матя, це буде на комерчискій основі существувати медико-соціальні? І поки? Ну, думаю, ще да, поки ще на комертийні. І, звісно, ми продовжили розвив на тему фінансування Славодицької городської більниці на 2020 рік. С учетом протокола засідання рабочей групи по вопросам внедрення медицинської реформы в Славодичі. Фінансування комунально-некомертийного підприємства Славодицької місційної лікарні На 2020 год – 72 миллиона. Это вместе с коммунальными услугами. 41 миллиона – это заработная плата для вторинной медической помощи. Единственное вопрос у нас возникает, как будет действовать финансирование, за каким единственным медицинским тарифом из Национальной службы здоровья Украины. Мы еще не имеем официально информации, но я думаю, что в люте-березень эта информация будет нам надана. Потому что медицинский тариф касается всей страны, я так понимаю. Да, да. То есть все как бы сейчас вот так вот в ожидании. Да, если вы вернулись в лекарню, не имеет значения Киев, Славути, Чернигов, и, например, у вас там есть какое-то заболевание, то вам НСЗУ, лекарні НСЗУ заплатить за эту медическую послугу однаково, независимо, где вы находились на лековании. Но пока неизвестно сколько. Ну, пока что да. Но сподіваемся, что в люте-березень месяц цей кошторис нам будет надано, и мы будем реально понимать. В межах госпитального округа лекарня пацієнта будет происходить за таким правилом. То есть люди не имеют право вернуться, что до Киева, что до Чернигова. Это не зависит, в каком госпитальном округе находится лекарня. То есть деньги идут за пацієнтом. Единственное вопрос до экстренной медической помощи. Транспортирование экстренных хворек будет происходить в межах госпитального округа. Мы над этим вопросом працюем. И я думаю, что до 1 квитня будет найдено решение для тех случаев, когда это экстренная ситуация с пацієнтом, то чтобы наша экстренная медическая помощь транспортирование могла сделать до города Чернигова. Это, соответственно, может быть на договорных условиях за актом выполненных работ. То есть экстренная медическая помощь сегодня тоже автоматизируется. С 1 квитня она будет коммунальным некомерциальным предпринимателем. И они будут работать только за глобальным бюджетом. То есть у них не будет надано медицинскую послуги. Но тоже будет какой-то соответствующий тариф. Ну, я думаю, что у нас есть возможность, как бы тут на месте, как местная влада, решить эти вопросы, независимо от того, каким госпитальный округ. На ближайшей сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о стимулировании финансовой оплаты работы медицинских работников коммунального предприятия «Славутическая міськая лекарня», что предоставляет вторичную специализированную медицинскую помощь на первый квартал 2020 года в размере 3 миллиона 50 тысяч гривен. Також будут надані кошти, 850 тысяч гривен для виконання ремонтных работ экстренного отделения медицинской помощи, про то, о чем мы говорили. Кошти на навчання, на медичное обладнание. Тобто, напрямок роботи для нас выбраний. Да, и мы реально понимаем, что нужно обовязково до 1 квадня это выполнять и рухнемся дальше. Может быть, необычный вопрос, но тем не менее, сейчас во всех новостях говорят о китайском вирусе. У нас два славутичанина тоже были недавно в Китае, насколько я знаю. Есть ли какие-то данные о том, что в Славутиче вообще, ну не дай бог, он в Украине, по-моему, только один случай был? Официально не подтверждено. Официально в Славутиче нема, да? Нема, и в Украине официально не подтверждено. За сегодняшнюю информацию, я сьогодні переглядала сайт МОЗу, официально информации нема про коронавирус в Украине, тим паче в Славутиче. Тому, да, дійсно, зараз подвищен, да, подвищен рівень захворюваності по гостроінфекційным инфекциям. Тому, як, звичайно, бережи себе, своє здоровье. То есть, если следует только обычный грипп, чтобы не превышать? Да, острая вирусная инфекция, да, вона є, зараз, якби, сезон, тем більше, в цьому році дуже мягка зима. Тому, да, так, вести здоровый образ життя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова